На территории Ново-Татарской Слободы, вот здесь вокзал рядом находится, все-таки мы хотели найти вот что-то типа такого, Я-Б, да, Яна, без этого логотипа. В принципе, вот, мы нашли Яна, Бис, ну, здесь вот стерлся по каким-то причинам, то есть вот такой логотип мы нашли все-таки. Если присматриваться, можно такие вот вещи обнаружить. Во второй половине 60-х в кинотеатр Победа, что на Суконной Слободе, пришел молодой человек с девушкой на вечерний сеанс. Это был парень высокого роста и спортивного телосложения. У билетных касс красивую пару обступили местные Суконовские во главе со Славкой Петелиным. Ребята стали влюбленных задирать. И все могло бы закончиться плачевно, если бы в конфликт не вмешался крепкий и уверенный в себе молодой человек. Он отвел пару в сторону и спокойно сказал, «Внимание на них не обращайте, идите в кино спокойно, вас никто не встретит и проблем никаких не будет». Заступником оказался молодой Сергей Антипов, который на тот момент уже жил на теплоконтроле, но местных суконовских хорошо знал, так как до переезда сам жил на Суконке. По прошествии времени Сергей Антипов станет первым лидером группировки «Тяп-ляп», а спасенного им звали Ренат Хабибуллин по прозвищу Монты. Ему суждено будет стать первым лидером ново-татарской Слободы. Азимовская мечеть. Эта улица раньше называлась Сабанче, сейчас Фатхулина она называется. Она уходит туда. И вот именно на этом месте, в частных домах, жил Ренат Монты. Частный сектор, удобство на улице, вода на улице, то есть такой деревенский образ жизни в черте города. В последние годы жизни Ренат Монты проживал где-то на просторах Средней Азии. Там он и упокоился, отчего никто не знает. В 70-е и 80-е годы улица Зайцева представляла собой частный сектор, состоящий из бревенчатых домов. На месте здания университета по улице Мазита Кафури 20 стоял дом, в котором и жил Даниял, бандит. Он становится лидером улицы после того, как в конце 70-х Рената Монты посадили за убийство. Бандит, бандит такой ново-татарский, он смотрел в Нижнекамске в 78-х годах, смотрел, значит, он за Приволжским районом. Ну, тогда общий режим был, они, значит, были Приволжский район, значит, потом Советский район, потом Ленинский район, потом Зеленодольский район. Вот это четыре района, и там каждый был смотрящий. Вот на тот момент был такой бандит, бандит смотрел там, значит, за отнеркой Нижнекамского общего режима. Тоже был такой вот простой, как сама природа, очень душевный такой, вот пел песни, улыбался такой бандит, такой красавчик, да, вот такой баса-басота, да. К сожалению, судьба Даниэла сложилась трагически. В конце 1988 года освобождается Ильдус Сибгатулин с Сипок, и с этого момента в группировке начинается деление. Старшее поколение все еще равняется на бандита, а младшее на Сипка. Однако здесь стоит добавить, что к этому времени Даниэл не вмешивался в политику улицы, он больше занимался семьей, трудился дальнобойщиком. Но когда старшему поколению требовался совет, они по старинке обращались к бандиту, что вероятнее всего и раздражало Сипка. В 1991 году бандит был приглашен на встречу, после которой он домой не вернулся. По прошествии времени его отцу снится сон, что тело его сына зарыто в земле неподалеку от дома Сипка. Впоследствии там его тело и обнаружили. Бандит был авторитетом старой формации, и он не вписывался в реалии нового времени. Теперь же некогда уличная группировка «Новотатарская слобода» превращается в криминальную структуру, которую и возглавил Сипок. Это был авторитетный человек с отличительной чертой жесткого, но справедливого характера. В возрасте 18 лет Ильдус оказался в местах лишения свободы. Он прошел две крытые – Чистопольскую и Верхнеуральскую. Ильдус лично принимал участие в коропролитной войне с первоками на стороне своих друзей Борисковских, при этом не агитируя молодежь своей группировки на боевые действия. Он выстроил мир с давними врагами новотатарских – Тяпляповскими, курировал ликероводочный завод, дружил с Хайдером. Раньше вместо этого отеля было футбольное поле. В феврале 1992 года на нем состоялась дружественная игра между Жилковскими и Новотатарскими. На футбол собралось порядка 300 человек, и это обстоятельство привлекло внимание правоохранительных органов. К этому дому подъехало несколько милицейских УАЗов. Вышедшие навстречу правоохранительным органам Хайдер Сипком вежливо объяснили сотрудникам правопорядка, что это обычный футбольный матч и никакой драки не намечается. Криминальная карьера Сипка развивалась стремительно. Однако после убийства его друга, авторитета Борисковских Толика Блохина, в котором Ильдус обвинил Ленара Речапова-Узкого, а Ленар, в свою очередь, обвинил Ильдуса в убийстве своего друга, Талгата Хайрулина, дни Ильдуса были сочтены. Ленар нанес превентивный удар. Ильдус был застрелен на пороге своего дома, что на Камиль Юкуба-11, 5 августа 1992 года. Сегодня от его дома ничего не осталось. И только после убийства Сипка дело, связанное с убийством бандита, было закрыто в связи со смертью подозреваемого. Исходя из материала в книге «Бандитская Казань-2», Сипка застрелил Зуфар Утиганов по прозвищу Зуфер. Впоследствии он становится одним из лидеров севастопольских. А с ним я познакомился в 76-м году, когда я за армию приехал. А в 77-м году я пошел в зал тяжелой атлетики в парке Петрово. Там тренер был умылен, уникальный человек. И я тренируюсь сам по себе, а потом пришел тренер, зашел у Тяганов в Зуфар и Гром. Ну, мы поздоровались, они говорят, нож, нож, парень, все, про меня, тоже занимается. И тренер. Ну, ладно, ладно, качайся. А Зуфар Утиганов уже тогда, по-моему, первый разряд имел по тяжелой атлетике. Однажды зимой он покатался на коньках где-то часик. Там каток заливали в парке Петрово. Ну, переоделся и без разминки совершил рывок со штангой 95 килограмм при мне. Без разминки сразу. Зуфар Утиганов чем-то запомнился именно в тот период? Что это было за человек вот именно в того периода? Как спортсмен, да, очень активный, целеустремленный. Потом он же так вот шоблый. Я-то не знаю, может, они со Светловскими собирались. Он сам со Светлой был. Улица Светлая. Что рядом с нами, как жизнь показала-то, он ведь очень продвинутый и начитанный, умный комбинатор, я бы сказал. Он с палками по улице в валенках не бегал. Это не его. Это естественно. Кто бегает в валенках, он лидером не станет, я думаю. После убийства Сипка криминальную империю ново-татарских возглавил Ильдар Запаров. Запар. Он прошел Елецкую укрытую. Интересно и то, что Запар учился вместе с Сипком в одном классе в школе номер 35. Здесь, на территории школы номер 35, а точнее на ее задворках, в свое время собирались ребята с ново-татарской слободы. По стечению обстоятельств Запара, так же, как и Сипка, убивают на пороге своей квартиры. Он проживал по улице Миховщиков-1. Вот окна его квартиры. После убийства Запара, лидерство в группировке негласно получает Олег Романов, Ромашка. А за общие отвечает Равка Белый, который освободился с Владимирской крытой летом 1993 года. Равка пользовался большим и непререкаемым авторитетом. Он отсидел 15 лет за убийство Тукаевского. Несмотря на высокий авторитет, Равка Белый в дела улицы не влезал. Он предпочитал заниматься лагерями и тюрьмами. Был такой Рафа Белый, в Севьярске, в пятой колонии. Мы там с ним познакомились, смотрел за зоной, три раза сидел крытый. Фариза резал, белый такой, снова татарский. Отсидел трикрытый, такой, значит, идейный, такой, значит, сам по себе был. Да, высота, высота ярко выраженная, такой, скажем, да, людского плана. Рафа Белый, вот, такие были, да, товарищи. Азимовская мечеть. Получается, здесь тоже был частный сектор. 111 двор чуть дальше там был. Здесь жил Рафа Белый, который покоился в 97-м году. В принципе, своей смертью умер. Ну, а здесь уже находится двойка, тюрьма. А здесь вот тоже были частный сектор, бараки. Здесь жили обычные горожане, парни с татарской слободы. Олег Романов проживал на магистральной 22А. Его убивают в ноябре 1995 года. И здесь стоит отметить, что убийство Олега до сих пор не раскрыто. Теперь же все решения в группировке принимаются сообща. Однако летом 1996 года с пятерки освобождается Ильдар Пиротенок. И смотреть за улицей грузит его. Остросюжетный детектив «Тайна о жереле Сюмбеки» был написан еще в 2005 году к великому празднику – Казани тысячелетней. И рухнул оплот Казанского ханства. На коне Иван Грозный въехал в поверженный город Казань. Но он оставил тайну, которую пять веков спустя отважился разгадать археолог Артур Юсупов. Смерть близкого друга, внезапное появление сотрудников спецслужб, дневник Троцкого, таинственный незнакомец и тайна о жереле царицы Сюмбеки повлечет за собой череду неприятностей и приключений. Обладая уникальной способностью подсознания мысленно переноситься из одного века в другой, Артуру удается распутать загадочный клубок событий. Однако итог его пути разворачивается самым неожиданным образом. Читайте и скачивайте книгу «Тайна о жереле Сюмбеки» автора Феликса Гараева на сайте Литрес, чтобы вместе с главным героем распутать загадочный клубок событий. Книга будет полезна не только сторожилам города, но и тем, кто собирается его посетить. Здесь вот пустыри, здесь вот тоже частный сектор был. Здесь жил Ильдар Пиратенок, видный деятель татарской слободы, один из авторитетов. Равка Белый упокоился своей смертью в конце мая 1997 года, а в начале декабря с двойки Сфахитова освобождается Фарид Мустаким, который вплоть до своего освобождения отвечал за эту тюрьму. Его авторитет в преступном мире был гораздо выше, чем у Ильдара Пиратенка, а потому в январе 1998 года Пиратенок разгрузился, и на общем сходнике «Смотреть за улицей» загрузили Фарида Мустакима. Однако на свободе дела обстояли далеко не так, как в лагере. Улицу распирали интриги и борьба за власть. Мустаким пробыл у руля группировки «Год» и в 1999 году разгрузился, после чего бразды правления улицы перехватил Альберт Сайфуддинов. Сайфуддин. Однако и он становится очередной жертвой внутренних противоречий в группировке. Его убивают на рубеже века 9 сентября у подъезда дома номер 10 по улице Зайцева. Вот окна его квартиры. Передел сфер влияния между преступными группировками продолжается. Похоже, сегодня утром совершено еще одно заказное убийство. По имеющимся данным, убитый занимал весьма высокое положение в криминальном мире. Есть информация о том, что он относился к группировке. Вот это русская. В 9.20 мужчина сел в подъехавшую машину. Когда автомобиль тронулся, раздались выстрелы. Пассажир скончался на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Убийство, скажем так, совершено достаточно профессионально. Сделав несколько выстрелов, киллер сел в поджидавшую его машину и скрылся. За забором в 20 метрах от подъезда найдена радиостанция. Возможно, киллеров было двое. Один наблюдал за подъездом, другой ждал с оружием в руках. Не исключено. Пока рано говорить. Подробности в следующих выпусках программы Перехват. Уроженец новотатарской слободы Альберт Холик прошел Владимирский Централ и Дмитровградскую Крытую. После убийства Сайфудина он стал смотреть за улицей до того момента, пока весной 2000 года в Мариинске к нему не сделал подход вор Фарид Резаный. На блатном жаргоне сделать подход означает короновать. И теперь с лета 2000 года по лето 2003 года за улицу никто не отвечал, кроме одного человека, который лишь смотрел за общее, но не более. Ключ к жизни таится в ее смерти. Судьба Альберта Холика была предрешена до момента его рождения. Мама Альберта была боевой женщиной. За какие-то дела она загремела в тюрьму. Там Альберт и родился. Большую часть жизни Альберт прожил по адресу Миховщиков 4. Сегодня на месте старинного дома возвышается современный, сотканный из бетона и стекла. Сам же Альберт Холик трагически умирает в ноябре 2002 года. Он замерзает насмерть в лесу. И только летом 2003 года Яна Бесте возглавляет человек из поколения молодых. Новотатарское кладбище Мазарки – старейшее в Казани место захоронения. Здесь похоронены известные деятели культуры и те, кто в эпоху 90-х волею судьбы завершил свой жизненный путь. И будучи здесь, стоит развеять один миф. Уроженец Тюмени Ленар Речапов Кузкий никогда не был воспитанником улицы и не принадлежал группировке Борисского. Вы не увидите Ленара ни на одной фотографии с основным костяком борисковским. Однако при этом он являлся близким другом одного из лидеров Борисского – Талгата Хайрулина. Они имели много общего – высшее образование, коммерческое чутье, дочерей. Между Ленаром и Хайдером не было прямого диалога, как это романтизировано в средствах массовой информации. В начале 90-х Ленар объединяет вокруг себя ребят из разных казанских улиц и переезжает в Москву, где на базе гостиницы «Севастополь» формируют коммерческую структуру криминальной направленности с одноименным названием «Севастопольские». Изощренность ума и обладание серьезными связями позволили Ленару стать богатым, как крыс. Он пережил свое время, а потому ушел из жизни в самом рассвете сил. На мазарках покоятся не только ребята, кто волею судьбы выбрал криминальный путь, но и великий татарский поэт Габдула Тукай. И все же эпоха бандитских войн буквально соткана из убийств, похорон, боминок. Это время, когда деньги были дороже дружбы, а личные отношения дешевле власти. Когда-то ребята из ново-татарской слободы были друзьями, и лишь однажды они стали жертвами внутренних интриг и противоречий. Редактор субтитров А.Семкин